Вы как бы шестым или седьмым чувством понимаете, как это нужно писать. И вообще прям идеально, очень красиво звучит, на мой взгляд. Обращаем, пожалуйста, внимание на слово не. Must have — это юшка платонова. Спокойненько расслабиться, посидеть, попить водички, поесть шоколадочки. В этом, я уверена, ключ к успеху, потому что ЕГЭ — это просто система, которую нужно нарешать. Привет всем любительницам DIY! С вами я, Вика Online. И сегодня я вам расскажу, как же всё-таки сдать ЕГЭ по-русскому на 100 баллов. Дам вам советы, лайфхаки, расскажу, как именно я сдавала, как писала сочинения и как нужно решать тесты. В общем, очень надеюсь, что это видео будет вам полезным, и я вам чем-то помогу. Поехали! Давайте начнём со структуры экзамена. Он состоит из двух частей. Первые тесты, которые нужно очень много нарешивать. И я, кстати, перед экзаменом совсем уже сошла с ума и прорешала за неделю 38 вариантов, но это не лучший пример того, как нужно делать, потому что вы просто можете выгореть за это время и прийти на экзамен уже совсем без сил его писать. И вторая часть — это сочинение, в котором очень вам поможет врождённая грамотность. Но если её у вас нет, то придётся чуть-чуть больше постараться. Под врождённой грамотностью я понимаю, что когда вы смотрите на текст, то понимаете, где у вас ошибки. Или уже в процессе письма вы как бы шестым или седьмым чувством понимаете, как это нужно писать. Хотя правил особо не знаете. У кого так, отбейте пятюню. Давайте сейчас я подробнее расскажу про каждую из частей. В идеале, уже приближаясь к ЕГЭ, вам нужно дойти до 32-34 баллов за тест. Я понимаю, да, это очень сложно, но могу вам посоветовать следующие книги. Очень хороший сборник «Цибулька», правда, у неё повторяются варианты. Также очень хороший сборник «Васильевых» и «Гостевой». В них задания с «Цибулькой» не повторяются, но у «Васильевых» они гораздо сложнее. И иногда там бывают некоторые несостыковки, и лично я была частично не согласна с некоторыми ответами. Поэтому, если вы его тяжело решаете, то сильно расстраиваться не нужно. Но если вы его хорошо решаете, то это прям вот счастье и радость. Конечно, первое и самое главное, что вы должны знать, это правило. Несмотря даже на ту врождённую грамотность, о которой мы говорили раньше, правила действительно нужны, чтобы проверять себя. Неплохой сайт для этого «Рустьюторс», но также, я думаю, отлично подойдут другие сайты, всякие сборники. Там примерно одна и та же информация, наверное, про правила. Но очень важно запоминать всякие детали, которые могут помочь вам добить те самые заветные баллы до соточки. Очень важно решать как можно больше тестов для того, чтобы знать особенности каждого задания. Вот, например, первое задание. Там был небольшой текст и в утверждениях главные мысли к этому тексту. Его главной особенностью является то, что очень удобно подчёркивать сразу мысли в тексте, потом их искать в утверждениях. И плюс в этом задании обычно бывает два варианта ответов. Например, в восьмом задании, когда вам нужно выбрать ошибки, очень нужно знать, как они классифицируются. То есть, например, формат «ощутил то, что это ошибка в сложном подчинённом предложении». Также для восьмого задания очень важно знать двойные предлоги. Как, так, и, не только, но и, если, то и так далее. А, например, в заданиях на орфографию, там, где корни с чередованием и нужно вставить буковки в приставки, суффиксы и так далее, может быть четыре варианта ответов. Вот в остальных заданиях ещё, кроме запятых, где может быть очень много вариантов ответов. Четырёх, скорее всего, не будет. Наверное, главная особенность этого экзамена в том, чтобы вы были внимательны, как, собственно, любого экзамена. Поэтому обращаем, пожалуйста, внимание на слово «не», которое обычно всегда выделено. Это может спасти ваши баллы. Наверное, больше всего ошибок у меня было в послетекстовых заданиях, а именно в том, которое по содержанию большого текста. Потому что обычно я считала невнимательный текст и потом не могла ответить на эти вопросы. Но если вы пишете по этому тексту сочинение, вы довольно много раз его читаете. И таким образом возможность допустить ошибки в этом задании, она, конечно, падает. Очень советую вам выучить разряды местоимений, частиц, числительных, наречий. Вот это вот всё очень полезно для задания, где нужно вставить предлоги. И предпоследнего задания, где нужно найти какие-нибудь обычные местоимения. Личные, притяжательные, относительные, определительные. И туда же, к частицам и наречиям, выучите средства художественной выразительности. Это довольно простое задание, но на нём из-за незнания просто терминов многие сыпятся. Теперь давайте поговорим про сочинение. Первый лайфхак — это то, что проблема обычно указана в 26-м задании. Косвенно, какие-то мысли. Но вот из 26-го задания можно понять, о чём будет проблема. И из этого же 26-го задания можно частично взять анализ для сочинения. Очень полезное задание, всем советую. Не бойтесь, пожалуйста, не попасть в проблему. Это не так сложно. И если вы в целом поняли, о чём текст и какая там главная мысль, то, скорее всего, вы правильно сформулируете проблему. Вы, конечно, не сформулируете проблему слово в слово, как, например, если открыть сборник и увидеть там список проблем. Я лично вот по этим сборникам попала, наверное, в проблему раз-два. Но, тем не менее, это не аннулирует мои сочинения, просто нужно понимать основную мысль текста. Сейчас я вам расскажу, как именно я писала сочинение. Мой план сочинения — это, конечно же, не единственная модель того, как его нужно писать. Вы можете писать по-своему, но просто это может быть моя рекомендация. Сначала, конечно же, мы определяем проблему и сразу в тексте пытаемся найти на неё два аргумента. Эти два аргумента могут либо быть противопоставлены, либо дополнять друг друга, либо они могут относиться как общие к частному или наоборот. Но это уже реже. Желательно на моменте второго прочтения текста уже подчёркивать важные моменты, может быть, яркие цитаты, которые вы будете использовать в будущем. Очень советую вам на этом же этапе продумать, о чём будет ваш собственный аргумент или аргумент из художественной литературы. И перефразировать проблему так, чтобы в будущем с ней не было проблем и не было повторов. То есть, например, синонимом к слову «сострадание» может быть «милосердие», «человечность» или, например, к несбывшейся мечте, может быть, неосуществившееся желание, что-нибудь такое. Я лично всегда брала аргументы из литературы, потому что я сдавала эту самую литературу и видео, как я её сдавала, можете посмотреть вот здесь. Но вы делайте как вам проще. Конечно, если вы берёте художественную литературу, то просто «маст хэв» — это «Юшка Платонова». Обязательно прочитайте, если ещё не читали. Ну вот, вроде бы, подготовительная часть сочинения готова, такой формальный план вы написали, поэтому теперь можно писать сочинение на черновик. Сначала я писала один или два риторических вопроса, которые идеально подходят под проблему. Дальше я использовала шаблонную фразу. Обо всём этом начинаешь задумываться после прочтения текста такого-то, такого-то, который в своём произведении поднимает проблему такую-то, такую-то. Дальше. Вводная фраза к первому аргументу. В этом тексте автор рассказывает «о». Таким образом вы вводите просто контекст, может быть, это какая-то ситуация, какая-нибудь, не знаю, школа, о природе, о войне. Дальше. В трёх, примерно четырёх предложениях я описывала саму суть аргумента и туда же вводила цитату. Цитату можно вводить просто через двоеточие и кавычки, но важно, конечно, чтобы она слово в слово не повторяла то, что вы уже написали до этого своими словами. Или мой самый любимый приём, возьмите себе на заметочку, это когда вы берёте просто какое-то яркое определение из текста. Например, не знаю, там был текст про какого-нибудь старика, и он там какой-нибудь седовласый, и вы вот это седовласый берёте в кавычечки и вообще прям идеально, очень красиво звучит, на мой взгляд. Можно таким образом, ну, конечно, использовать не одно слово там, а два или три, но не больше, а то это будет очень громоздко выглядеть. Бывает, что на анализ очень хорошо ложится какое-нибудь сравнение или метафора прямо из текста. Вот если так происходит, то обязательно используйте и дальше пишите о том, зачем автор использует эту метафору словами. Автор показывает, что... Та-та-та-та-та-та. И таким образом вы тоже подводите к проблеме. И в конце вот этого аргумента я такой делаю мини-вывод, он, конечно, необязательный, но мне кажется, так выглядит наиболее стройно и красиво. Тем самым автор то-то-то делает. А второй аргумент строится по такому же принципу, и между ними я описала переходный мостик. Например, автор использует антитезу, чтобы противопоставить одно другому. И дальше после этого мостика идет второй аргумент. Или автор использует прием дополнения, чтобы что-нибудь показать. Уже после этих двух аргументов я выделяла в отдельный абзац микровывод. Анализируя эти два примера, автор показывает, например, что далеко не все люди являются милосердными. Ну, и так далее. В следующем абзаце нам нужно показать позицию автора. Автор считает, что... Буквально одно-два предложения. Затем вы пишете свою позицию. Нельзя не согласиться с позицией автора по этому вопросу, двоеточие, и вы кратко прописываете то, что было в предыдущем абзаце. И как раз вот для этого, и для вот тех микровыводов очень хорошо, если вы перефразировали свою проблему. И просто, чтобы не было повторов, вы чередуете эти самые синонимичные проблемы. Ну, уже дальше приводите свой пример или пример из литературы. Здесь я уже объясняла. И в конце, как советовала моя учительница, я обычно писала. Хочется верить, что каждый человек там будет хорошим, не знаю, обретет счастье, и тра-та-та-та-та. Я понимаю, что такой шаблонный подход, он в полной мере не показывает все ваше художественное мастерство. Вы не можете в нем развернуться и показать все, на что вы способны. Но, тем не менее, если вы хотите написать ЕГЭ на 100, почему бы и нет? Своё там художественное мастерство вы можете, например, показать на итоговом сочинении, которое будет уже скоро, или на ДВИ для тех, кто поступает на какие-то творческие профессии. Ну, или в крайнем случае вы можете хранить это художественное мастерство просто для себя. Зачем его кому-то показывать? Что касается времени, тайм-менеджмент. На тест, уже ближе к ЕГЭ, я тратила около получаса. Я не призываю вас делать ровно, как я, но я думаю, минут 40 это более чем достаточно на тест. И затем, где-то за полтора часа, я писала само сочинение на черновик. Итого, полтора часа и полчаса — это два часа, а на экзамен, по-моему, отводится три с половиной. У вас еще есть полтора часа на то, чтобы спокойненько расслабиться, расслабиться, посидеть, попить водички, поесть шоколадочки, не знаю, прогуляться по коридору, спокойно переписать свое сочинение, переписать свои ответы, перечитать сочинение несколько раз. И если вам кажется, что какая-то фраза звучит не очень хорошо и как-то коряво, то, пожалуйста, лучше ее исправьте. Скорее всего, это действительно речевая ошибка, и вам не кажется. Лично я на самом экзамене, когда написала все сочинение на черновик, перечитала его и увидела у себя, ну, где-то три ошибки. Потом переписала его на чистовик, увидела еще там ошибки, еще там позачеркивала немножечко. Да, и, кстати, не бойтесь зачеркивать уже даже в чистовике, потому что, ну, конечно, много выглядит грязно и не очень приятно, но если пара слов, то в этом ничего страшного нет, и вам никто за это баллы не снизит. Я начала готовиться к ЕГЭ по-русскому сразу после ОГЭ. Никаких репетиторов у меня не было, ни в какие школы я не ходила, я просто готовилась в школе со своим учителем, и этого было мне более чем достаточно, поэтому посоветовать вам какие-то хорошие курсы школы я не могу. Конечно же, ну, шпаргалки, давайте будем честны, кто их не берет с собой на экзамен. Но я не призываю там доходить до телефона каких-то электронных устройств, просто на бумажке, если вы думаете, боитесь, что вы что-то забудете. Я лично помню, что брала ударение, брала корни исчередования, вот эти разряды, местонений, частиц числительных наречий и так далее, я тоже брала, потому что я так их и не запомнила нормально. Ну, в общем-то, и все. Я думаю, это было не так сложно, и, конечно, главный совет, это как можно больше пишите, решайте. В этом, я уверена, ключ к успеху, потому что ЕГЭ – это просто система, которую нужно нарешать. Очень надеюсь, что у вас все получится, желаю вам удачи. Если у вас возникли какие-то вопросы, не стесняйтесь писать их в комментариях, я вам могу оперативно на них ответить, может быть, что-то посоветовать. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Огромное спасибо вам за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok